В Индии за сутки выявили еще 6,5 тысяч новых случаев заражения. Там борьба с коронавирусом осложняется другой напастью, аномальной жарой. Кое-где температура достигает 50 градусов. Объявлен красный, наивысший уровень угрозы. Репортаж Дмитрия Мельникова. Каждое утро индуистский бог Сурья на своей колеснице возводит на небо пылающий шар солнца. Нестерпимая для чужаков жара, которая в прошлые века была причиной гибели тысяч европейских завоевателей Индостана, для местного населения неотъемлемая и неизбежная часть жизни. Самый жаркий штат Индии, Раджастан. Каждый год в конце мая, начале июня температура здесь поднимается выше 50 градусов. Уже сейчас к полудню столбик термометра показывает плюс 47. Метеорологическое агентство Индии выпустило предупреждение о красном уровне угрозы. Лишь немного здесь похолодает с началом сезона дождей. Головной платок Гамчан. Единственное средство защиты от солнца. Он же во время эпидемии служит и маской от вируса. А деревенский колодец – главная ценность для всей общины. Если вода исчезнет, то сразу во всем районе. И тогда идти за ней придется десятки километров. Кондиционеров у нас никогда не было. В течение дня мы стараемся не выходить на улицу. К тому же сейчас мы не можем вести работы на полях из-за запрета властей на период эпидемии коронавируса. Из доступных средств для охлаждения организма – индийский чай масала, свежие огурцы и сезонные фрукты. Но только здесь, в Раджастане, как будто на зло природе, в эти жаркие дни жители специально готовят и поедают в огромном количестве обжигающую пасту из местных перцев чили. Каждый год мы готовим эту пасту в самые жаркие дни лета. Мы добавляем ее в овощи или просто едим с лепешками. А пока в научных кругах Индии спорят о том, способна ли жара и ультрафиолет замедлить распространение вируса, власти и фермеры северных штатов борются с другой напастью, которая затмила даже эпидемию COVID-19. Как в библейских сказаниях о казнях египетских, после вируса и жары на Индию обрушилась саранча. Худшее за последние полвека нашествие вредителей нанесло непоправимый урон урожаю риса, пшеницы, хлопка и сахарного тростника. На одном квадратном километре посадок насчитывается до 150 миллионов насекомых. Предсказать миграцию саранчи практически невозможно. Вместе с потоками ветра этот рой может перемещаться на сотни километров. Здесь не исключают, что в ближайшие дни полчища вредителей могут достигнуть и столицы. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести из Раджастхана. Индия.